Вечер во Владимире продолжает свою работу и сегодня у нас в студии на первом плане заместитель начальника ГУМЧС России по Владимирской области Петр Денисов. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте. Во Владимире уже стартовала декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций, посвященная Международному дню гражданской обороны, который состоится 1 марта. Предлагаю начать с самых-самых азов, что же сегодня, на сегодняшний день, представляет собой современная гражданская оборона? Потому что все-таки времена меняются, опасности тоже меняются. Вы абсолютно правильно говорите. Времена меняются, опасности и риски меняются. Но вместе с тем основная задача гражданской обороны – это защита населения территорий. То есть обеспечение защиты населению материальным культурным ценностям от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также вследствие них и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера. Это определение, которое сейчас нам говорит о том, что такое гражданская оборона. А вообще, на самом деле, основной задачей все время, за весь период с появления этого понятия, одной задачей основной было – это защита населения, объектов экономики от воздействия противника. Но в современном этапе, на современном этапе истории мы имеем определение, которое дает в том числе еще и защиту от опасностей, которые стоят при чрезвычайных ситуациях. То есть система мероприятий – основная задача, которой является защитой. То есть наиболее важные задачи – это, как я понимаю, непосредственно защита населения. Ну, естественно, это цель, это основная цель. А задач гражданской обороны имеет 15 на сегодняшний момент. И если брать основные, конечно, задачи, которые наиболее важные, хотя если мы будем смотреть на них на все, они все важны. Ну да, если речь идет о жизни населения, конечно. Основные 15 направлений. Первая задача – это подготовка населения, то есть подготовка, обучение, скажем так. Для чего? Для того, чтобы каждый человек, каждый работающий человек, не работающий, каждый житель понимал, какие действия необходимо предпринять в той или иной ситуации, какие способы защиты существуют, каким образом система эта организована, как она функционирует и как нужно себя вести в различных обстоятельствах. Потому что есть разница в реагировании, скажем так, человек, который работает на производстве и человек, который является неработающим. И всеми этими вопросами как раз-таки занимаются в ходе осуществления подготовки. Как я уже сказал, задача номер один. Ну, в числе таких же важных задач есть еще и обеспечение населения защитными сооружениями, это средства коллективной защиты, средствами индивидуальной защиты, это противогазы. Решение вопросов жизнеобеспечения. Нельзя, конечно, не упомянуть о задаче, которая направлена на оповещение, информирование населения, то есть доведение до сигнала информации о том, какие опасности могут возникнуть, какие меры нужно предпринять. То есть все это комплекс мероприятий. Ну и уже, конечно, заканчивая там рядом специфических задач и вопросов, в том числе обеспечением готовности в целом сил гражданской обороны, которые реагируют и обеспечивают безопасность населения и экономики. Каким образом ведется работа с населением? Каким образом происходит вот это обучение? Ну, как я понимаю, что Декада, по предупреждению, здесь наиболее активна. А в принципе, как ведется работа с населением? Ну, я понимаю, это совершенно разное. Работающее население, неработающие, школьники. Несколько категорий, да. Несколько категорий населения, они все делятся, как правильно сказали, на разные группы. И эта подготовка и обучение, оно осуществляется всех категорий одновременно и постоянно. То есть неработающее население обучается на учебно-кондиционных пунктах, которые развернуты на территории муниципальных образований. Работающее население в зависимости также от групп, есть там руководители формирований, есть работники, то есть которые входят в состав формирования. Они готовятся на предприятиях непосредственно в ходе проведения занятий. Руководящий состав обучается в специальных центрах учебно-методических на курсах гражданской обороны. Руководители муниципального уровня, то есть это мы говорим, если глава, там муниципального образования, который является руководителем гражданской обороны, они обучаются уже непосредственно в высших учебных заведениях МЧС, Академия гражданской защиты. И руководящий состав, получая определенные знания, организует эту подготовку уже непосредственно в предприятиях, учреждениях, органах власти. То есть она охватывает абсолютно все категории. А какие сегодня, от чего непосредственно в нашей области нужно защищать население, точнее не защищать, к чему готовить, к каким рискам? Потому что все-таки все равно зависит от того, в какой области и так далее. Ну вот сейчас уже от радиоактивных, я не знаю. Какие основные риски считаются для нашей области наиболее важными? Совершенно верно. Каждый субъект имеет свои особенности. В частности, если мы берем Владимирскую область, то на территории Владимирской области существует 21 риск возможных происшествий, которые повлечь могут чрезвычайные ситуации. Если брать основные, которые наверняка на слуху у всех, это циклические сезонные риски, это весеннее половодие. Вот то, к чему мы сейчас готовимся. Сегодня как раз состояло заседание комиссии по предупреждению ликвидации решающих ситуаций администрации области, в ходе которой ставились основные задачи органов власти по подготовке к этому периоду. Пожароопасный период, то есть это период лета. Наша область богата лесами с высокой степенью горимости. Соответственно, это тоже актуальный риск. Зимний отопительный период, морозы, сильные осадки, что тоже влечет за собой ряд определенных рисков. Ну и, конечно, это то, что связано непосредственно с эксплуатацией, с нашей повседневной деятельностью. Это потенциально опасные объекты, в том числе и объекты химически опасные, которые создают риски загрязнения территории химически опасными веществами, веществами аварий. То есть очень много. Можно назвать их, перечислять, вот 20 лет, как я сказал, в том числе. Это и возможная потеря людей в лесах, это и дорожно-транспортные ситуации. То есть объем довольно-таки широкий, спектр задач, которые решаются органами управлениями, довольно-таки велик. И с населением в том числе ведется по каждому направлению работа. То есть целенаправленно. Если брать вот эту декаду, о которой мы говорили, то она, конечно же, больше акцентирует внимание на вопросы, которые решают и гражданская оборона, в том числе, как в мирное, так и в военное время. То есть акцент делается более, скажем так, на вопросы защиты населения от опасностей, которые могут возникать в любое время, вне зависимости от сезона и, скажем так, состояния функционирования функционирования субъекта и системы в целом. Ну вот смотрите, самое первое, да, это идет оповещение населения. Вот какие сегодня современные способы оповещения населения, каким образом вы нас оповещаете? Ну, оповещение – это доведение сигналов гражданской обороны до населения. Значит, доводится оно, это, скажем так, определенный комплекс, также мероприятий, задач, оповещение, информирование. Они идут неразрывно. В том числе, ну, если так бы брать основные направления, то это, конечно же, региональная автоматизированная система оповещения населения, которая задействует все возможные средства оповещения, в том числе и телевидение. Вот. Комплексная система экстренного оповещения населения, КСИОН, так называемая, которая расположена в зонах риска, который у нас есть, вот который говорил, это химически опасные объекты, это возможность гидродинамических аварий, это возможность природных пожаров и в том числе аварийно-химически опасных объектов. То есть, та система, которая экстренно оповещает население в случае угрозы, если иметь такого риска. Естественно, нельзя ставить без внимания работу на интернет-сайтах, интернет-порталах. Мы с вами сейчас участвуем в этой работе, оповещая и информируя население о том, что может быть, как себя нужно вести, скажем так, обращая внимание. Это и печатные средства массовой информации, это и СМС-рассылка, это в том числе и работа так называемых старост, наиболее активной части населения, которая, скажем так, неравнодушна к решению вопросов безопасности на территории муниципальных образований и населенных пунктов. То есть, те люди, которые готовы информировать своих соседей, товарищей и доводить до них информацию. То есть, способов доведения информации очень много. Ну, как я помню, с каждым днем их количество увеличивается с внедрением сотовой связи повсеместно. В связи с этим у меня вопрос. Очень часто приходит мне на телефон оповещение о том, что штормовое предупреждение, желтый уровень опасности. Объясните мне, эта погода у нас меняется последние 2-3 года или просто средства оповещения больше? Почему так часто штормовые предупреждения? Ну, начнем с того, конечно, что совершенствование систем связи, естественно, накладывает отпечаток и на организацию управления. То есть, чем шире развивается и активнее развиваются современные средства связи, тем более возможности появляются органы управления доводить информацию. Это просто один из вариантов доведения. Естественно, он позволяет оперативно информировать. То есть, СМС-рассылка осуществляется конкретно в определенных точках и районах, которые подвержены воздействию, в данном случае, природной стихии. То есть, простите, перебиваю, живя в другом районе, эту рассылку можно и не получить? Ну, в другом районе области, допустим? Да, абсолютно так. Потому что Центр управления кризисной ситуацией, который работает по контролю оценки этой обстановки и организации оперативного доведения ее, при получении прогноза о неблагоприятных погодных явлениях, естественно, детализирует его и выявляет территории, которые наиболее подвержены риску воздействия вот этих факторов. И через оператора СМС, естественно, проводится оповещение. Поэтому упор делается именно на это. Почему? Потому что это оперативно. То есть, современные средства связи позволяют именно оперативно информировать. Исходя из вашего опыта работы, насколько наши граждане знают и понимают, что, когда они обязаны делать? Ну, в момент, допустим, когда проводите эвакуацию, допустим, какой-нибудь плановую, или еще всегда ли граждане знают о том, какой должен быть порядок действий? Ну, я могу сказать, что, к сожалению, не все граждане знают порядок действий. Эта работа очень объемная. Ей занимаемся в комплексе не только МЧС. Это задача, конечно, в первую очередь, органов места, самоуправления, органов власти. Поэтому мы ее проводим совместно. К сожалению, еще такое бытует мнение в современном обществе, что человека должны всем обеспечить. То есть, он сам должен минимум вникать в вопросы. То есть, у него есть потребности, которые должны быть удовлетворены. И, соответственно, подготовка населения, она предусматривает в том числе и самообразование. Если мы говорим про тех людей, которые, ну, часть находится нетрудоустроена на какой-то период, либо там пенсионеры и так далее. Если он изъявит желание проникнуться в эти вопросы, прибудет на УКП, допустим, получит эти знания, проанализирует их и будет готов их применить. Соответственно, он будет подкован, он будет готов к реагирую. Если он не найдет в себе такого желания, будет сложно, скажем так, его найти, этого человека, довести ему порядок действий. Чем, в общем-то, органы местного управления занимаются. Они доводят информацию о порядке планирования защиты, о наличии рисков и опасностей до населения. Мы, в принципе, эту работу в том числе и контролируем в ходе проведения надзорных мероприятий и в ходе проведения проверок органов местного управления. То же самое делается и на предприятиях, учреждениях, вот о чем мы с вами говорили в ходе подготовки. И здесь мне хотелось бы именно акцентировать внимание на то, что мы с вами все должны интересоваться на территории, на какой территории мы проживаем, насколько она опасна, какие риски существуют. Потому что если человек сам не захочет, еще раз говорю, проникнуться, заинтересоваться, донести до него будет довольно-таки сложно. Но, конечно же, как это известно, что нет предела совершенства, эта работа требует постоянного внимания. То есть, насколько бы мы не провели ее на сегодняшний момент, мы не можем сказать, что завтра она уже будет не нужна. Это постоянная работа, которая будет проводиться постоянно, пока существует именно гражданская оборона, подготовка. Ну вот профилактические мероприятия, современные правила эвакуации. Почему спрашиваю, ну, была свидетелем где-то год назад, когда нас захватила волна эвакуации пожарной безопасности, в связи с требованием пожарной безопасности, лично видела в торговом центре, в продуктовом магазине, люди просто отказывались выходить из очереди, несмотря на то, что и сотрудники-то предлагали им покинуть помещение. Вот как часто нужно проводить вот те самые профилактические мероприятия для того, чтобы в момент срабатывания, допустим, в этом вопросе пожарной сигнализации, люди оставили свои покупки, оставили свои тележки и прошли к эвакуационным выходам? Наверное, для этого нужно понять, что покупки не так цены, как цена жизни. Потому что тренировка, это подготовка, это то же самое занятие, которое, целью которого является дать человеку понятие порядка его действий. Если случится реальная обстановка, а мы знаем, в современной истории практика показывает, что если мы сейчас берем в данном случае пожар, да, в торговом центре, с учетом того, как он может стремительно развиваться, время на эвакуацию может быть очень мало, человек, который ни разу не участвовал в аналогичных мероприятиях и представления о них не имеет, он потенциально может стать, ну просто расстаться жизнью, это в худшем случае, в лучшем может отделаться какими-то увечьями. Поэтому я считаю, что это работа, которая должна проводиться постоянно. И здесь, конечно, всем нам нужно относиться с пониманием к тем людям, которые это проводят, независимо местного, это органы МЧС проводят, либо администрация этого торгового центра, либо предприятия, они как раз решают задачу в целях обеспечения безопасности людей. То есть они дают понятие людям о том, как себя нужно вести в экстренной ситуации. Поэтому прежде всего требуется понимание. И естественно на часах, на чашах весов находится жизнь человека, но и людей окружающих в том числе. Потому что одно дело эвакуироваться самому себя спасти, а другое дело, возможно, кому-то и сможет человек это помочь. Это тоже будет очень важно. Еще один случай из жизни. Точно так же, не так давно волна звонков о минировании и спор родителей в классе. Детей эвакуировали из школы. Естественно, все портфели были оставлены в школе. И мамочки потом некоторые возмущались о том, ну как же так, как теперь делать уроки. Оставили портфель в школе, теперь заберешь его только на следующий день. А почему не переобулся и так далее. Ну понятно, но это то, о чем мы и говорили. Конечно, да, к сожалению, есть такие факты вот этого так называемого телефонного терроризма, который приносит ущерб экономический нам и естественно морально напрягает людей. Но здесь также нужно знать, что лучше оставить портфель и сохранить жизнь, чем наоборот. Поэтому, я еще раз говорю, здесь должны все относиться к пониманию, что это важный вопрос. Лучше при любой возможности провести эвакуацию, освободить помещение для того, чтобы отработали специальные службы, сделали соответствующее заключение, чем сомневаться. А потом еще и сомнения могут привести неизвестно к чему. Поэтому, конечно, нужно с пониманием относиться и выполнять все требования, которые предъявляются в данном обстановке. Ну и, как я понимаю, если это действительно ситуация не учебная, то здесь каждая секунда буквально на счету и тут думать о портфеле, о сменке и так далее не приходится. И тем более о покупках. Возвращаясь к Международному дню гражданской обороны, какие вы тематические мероприятия планируете и с кем вместе? Как я понимаю, вы же, наверное, не одних проводите. Ну, конечно, да. Проводим в комплексе с привлечением департамента образования в администрацию области, муниципальных образований областных, организаций общественных. То есть, в первую очередь, конечно, это работа с молодежью, это проведение открытого урока. 1 числа, 1 марта проводится открытый урок, посвященный Международному дню гражданской обороны. В ходе которого будет рассказана история, то есть, откуда она берет свое начало. Подготовлен специальный конспект. Для проведения этого мероприятия проводятся дни открытых дверей в пожарно-спасательных частях, в дежурно-испеческих службах, в главном управлении. То есть, для того, чтобы в учебно-методическом центре на курсы гражданской обороны, для того, чтобы население смогло ознакомиться с работой формирований, нештатных формирований, преподавательского состава, для того, чтобы у них было понятие более широкое о том, что гражданская оборона какие вопросы решает. Наверное, после таких открытых дверей, особенно старшеклассники, кто-нибудь обязательно выбирает себе для дальнейшей профессии спасатель? Ну, естественно, если со стороны даже посмотреть на молодежь, есть люди, даже по взгляду которых видно, что они для себя уже сделали какой-то выбор определенный. Они наиболее активно интересуются теми или иными вопросами, задают их много. Ну, естественно, получают ответы, которые удовлетворяют и укрепляют в той цели, которую они себе поставили. То есть, это очень хорошо. Вы лично в какой момент выбрали для себя эту профессию? Я лично, но у меня история несколько сложная. Я служил в вооруженных силах, а в определенный момент пришел в систему гражданской обороны, потому что она была очень родственная моей предыдущей службе защиты населения. Ну и так вот случилось, несу ее с 2005 года в этой системе. Ну что же, вас лично поздравляю с приближающимся 1 марта, который состоится, Международный день гражданской обороны. Спасибо вам за вашу работу. Ну, а буквально одна минута рекомендаций для наших телезрителей. Ну, всем, конечно, хотелось бы сказать, будьте внимательны к себе, к окружающим, будьте внимательны к тем людям, которые рекомендуют выполнить те или иные мероприятия на ваш взгляд, возможно, неважные в этот момент, хотя это может быть и не так, я имею в виду, вот возвращаясь к вопросу нашему по эвакуации. Будьте бдительны, следите за детьми, нас подстерегает много опасностей, но, конечно, хочу пожелать всем удачи ветеранам гражданской обороны, здоровья, счастья, успеха во всем, всего самого наилучшего. Спасибо большое. Я напоминаю, наш гость сегодня, заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Петр Денисов. Спасибо вам, Петр. Спасибо.